Все начинается со школьного звонка. Сектовки и задачи. Удачи, неудачи. В параграфах, влаговах. В первые века. Что слово не склоняется. Что волкой потеряется. Все это начинается со школьного звонка. И действительно, последний звонок, так же как и первое важное событие в жизни любого человека. Вот он прозвучал и для 11-ти классников Щелковской гимназии номер 2. Волнительный день прощания со школой эмоции переполняли всех присутствующих. Педагогов, родителей и, конечно, самих учеников. Поздравил ребят с завершением важного этапа в их жизни заместитель главы администрации округа Дмитрий Толмачев. Сегодня у вас последний звонок, а так же сегодня первый и последний звонок в новом корпусе гимназии номер 2. Еще ровно год назад совершили самые активные подготовительные работы для того, чтобы этот корпус подготовить к 1 сентября. Вы его ждали больше 15 лет. Хочется вас поприветствовать от имени главы городского корпуса Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова, который принимал непосредственное участие в сдаче этого корпуса. Прежде чем 11-ти классники уже навсегда покинут школьные стены, им предстоит сдать один из самых сложных экзаменов. Об этом ребятам напомнила директор школы. Впереди у вас самый ответственный момент. Это единые государственные экзамены. Очень надеюсь и безумно желаю вам с честью и достоинством выдержать этот нелегкий путь. Сами выпускники признаются, что со смешанными чувствами прощаются со своей родной школой, учителями и одноклассниками. Нелегко прощаться, но впереди ждут новые начинания. Мы с вами одновременно и рады, и грустны немного. Все-таки 11 лет учились в этой школе. Очень грустно на самом деле, что мы покидаем наших педагогов любимых. Особенно за последние два года очень сильно сблизились с завучами, с просто учителями. У нас замечательные учителя, у нас замечательные одноклассники, и очень жалко расставаться с ними. Без сомнения, ребята надолго запомнят день, когда для них прозвенел последний звонок. Впереди их ждет еще много интересного, но любимая школа останется в сердце навсегда. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.